Я вас категорически приветствую, вы на моем канале о косплее и не только, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, да, это очень помогает каналу. Не забивайте бахнуть в колокольчик, так как вы всегда будете знать о чем правильно, о выходе нового видео. Ну а мы с вами погнали! Сегодня бы я хотела поговорить на тему моего отныне любимого аниме и манги. Ну ладно, аниме чуть менее любимого манги по большей степени. Берсерк! Берсерк! Просто божественная манга оказалась. На самом деле мне давно про нее рассказывали, о том, что почитай, почитай. Ну и в целом, я как человек, который очень давно смотрит аниме и читает мангу, слышала об этом прекрасном феномене. Но такая, наверное, какая-то хайповая фигня, что всем нравится. Не люблю я смотреть то, что всем нравится. А потом, а потом спонсор моих бессонных ночей, манга Берсерк, читаю до трех утра. Я настолько просто вдохновилась, настолько впечатлилась этой мангой, что захотела снять про нее видосик. Я посмотрела аниме, оно классное, я была в восторге, собственно, поэтому я мангу-то и начала читать. Но аниме не отражает всей крутизны этой манги. Вот. И сегодня я бы хотела разобрать, с точки зрения, наверное, изобразительного искусства немножко, культурного разного бэкграунда. Вообще, чем вдохновлялся автор, какими художниками, какое культурное явление его времени повлияло вообще на него, и что вообще есть в этой манге. Мы разберем примерно до 11-го тома, так как я дошла только еще до 11-го тома. Если вам зайдет, я буду и дальше делать разбор, покуда буду читать эту мангу. И еще давайте-ка все дружно попробуем угадать, на кого это за кос, на какого персонажа из манги Берсерк это за кос. И победитель получит... Нихера. Наталья Нова косплей. Наталья Нова косплей. Итак, что мы видим вообще в этой манге и аниме? Прежде всего, это околосредневековый сеттинг. У меня всегда околосредневековый европейский сеттинг, да, тут важно отметить. Очень интересно, как японцы вообще видят средневековую Европу. Чтобы вы понимали, средневековая Европа основана на христианстве, то есть во главе всего стоит церковь, повелевает всем церковь. Тогда же это сильно очень отражается на вообще жизни простых людей. Архитектура, например, романская и готическая архитектура. Романскую архитектуру я люблю больше, потому что она гениальнее гораздо, но мы об этом не будем. И вся эта христианская культура пронизана просто везде. Это образ рыцаря, образ какого-то воина, победителя, какого-то героя, такого возвышенного всего, какого правильного, чистого и все такое. Так как христианская культура строится на концепции рая и ада, ну ладно, я сейчас не про религию, да, все, что я говорю в этом видео, это сугубо мое личное мнение. Вот, да. И это то, как я вижу, вот, чтобы тут не было никаких этих. И мы сейчас не про религию, а про культурный бэкграунд. То есть концепция это рай и ад, основные мотивы. И жизнь в средневековой Европе, жизнь простого человека стремилась к тому, чтобы после смерти попасть в рай. То есть они жили ради того, чтобы попасть в рай. От этого везде у нас транслировалась духовность, чистота, непорочность и все такое. И как-то интересно видят товарищи японцы. То есть в своей манге, в Берсерке, он наизнанку выворачивает этот прекрасный и святой образ. Таким образом у нас получается герой-злодей и так далее. Чуть дальше мы об этом поговорим. Кентаро Миура опирался непосредственно на двух художников. Первый просто мой любимчик. Я когда только смотрела, первый раз читала мангу, так думаю, что это знакомое. Кто бы мог подумать? Иероним Босх в средневековье он творил у нас. Он был одним из самых загадочных, необычных и все такое. У него очень такие необычные действительно для того времени все реалистичные мотивы, но они все еще отражают концепцию рая и ада. И сейчас я предлагаю поподробнее рассмотреть триптих Иеронима Босха «Страшный суд». Собственно, чтобы найти вот эти пересекающиеся линии с мангой Берсерк непосредственно. На данном триптихе, вообще, как ликбез, минутка триптих, это у нас получается собрание из трех картин, скульптур, барельефов, то есть три произведения искусства, собранные под одним мотивом. На справочку. На данном триптихе у нас изображен непосредственно рай. Ну, это нас не интересует, нас больше интересует ад. И вот конкретно вот этот вот кусок. Сейчас поясню вообще, что к чему. Давайте посмотрим. Вот на моменте сверху, вот моментик выделенный, здесь у нас арфа. И на арфе распят человек. То есть, таким образом, что-то нечто прекрасное превращается в инструмент пыток и ужаса. Здесь у нас животные, которые поглощают людей. Но, собственно, в манге демоны, они были в абсолютно каких-то, не знаю, антропоморфных каких-то формах, ну, там, включая какие-то животные мотивы, человеческие, чаще всего каких-то личинок, что-то такое, собранное до кучи и поглощающее людей. И вот тут вот же мы видим, это примерно какая-то непонятная сова человек поглощает человека, другого. Вот. Ну, и в целом мы видим все вот эти вот страдания и ужас, надвигающийся ужас, переживаемый ужас. Это вот то, что было в манге. То есть, до, по крайней мере, того момента, что я читаю, через все произведение вот это пронизано каким-то ужасом и безысходностью, и надвигающейся катастрофой. Далее, о чем вот хотела еще поговорить, как он, интересно, переворачивает европейскую культуру. То есть, у нас есть в европейской культуре светлый рыцарь, прекрасный, который спасает даму, который всегда спасает простых людей и все такое. И автор берет такого героя, он берет Гриффита. И вот этот вот прекрасный Гриффит, он становится полным мудилой. И просто порешал всех своих друзей, предал своего главного, лучшего друга, подругу свою, как бы, надругался над ней. И этот светлый образ, он, как бы, высмеивает этот образ. Он становится злодеем. И, опять-таки, наоборот, Гатс, это... Я даже его антигероем не назову. Ну, Гатс, по сути, конченый. Ему вообще никого не жалко. Он решает всех. Он ведомый своей какой-то местью. И, в целом, не самый положительный персонаж. Но, тем не менее, мы его воспринимаем более как какого-то... Не хочется сказать положительного, какого-то хорошего персонажа, какого-то героя, очень... С натяжкой героя, но, тем не менее, героя. Вот. Далее. Следующий художник — это Густав Доре. Художник 19 века. Он график и иллюстратор. Его работы пронизаны просто диким ужасом. На самом деле, я очень люблю такую мрачную графику. Вот сейчас мы посмотрим его работы. И очень много мы можем заметить, опять-таки, то, что пересекается и отражается в Берсерке. Например, рассмотрим вот эту вот работу художника. Отметим божественную графику. И еще вот здесь вот интересно. Вот эти вот его игры со светом и тенью, гротесные образы и контраст. В манге Берсерк вот этот божественный контраст — это первое, наверное, что меня зацепило. Очень сильно они между собой похожи. Здесь, в частности, мы видим какое-то морское чудовище, гигантский человек. Очень часто в манге образы демонов, они изначально выглядят как простые люди, но потом становятся чем-то непонятным, с кучей голов, глаз и так далее, тому подобное. И я думаю, что мы можем видеть вот это самое отражение, допустим, на данной работе. Так, я поняла, что я опять наговариваю больше, чем на 10 минут, поэтому я думаю, на этом мы остановимся. Если будет интересно, я также еще сделаю какую-то подборку и расскажу подробнее о каких-то моментах. Там много чего есть на самом деле надо рассказать. Он на многих художниках упирался, на какие-то всякие исторические факты и так далее, и тому подобное. В частности, рисовал он с реальных доспехов рыцарей, если не ошибаюсь, 13 века. Так что материала там еще очень много. Ну, а мы на сегодня давайте закончим. Вот такое вот у нас получилось сегодня видео. Надеюсь, оно было интересным для вас. Вот, в таком случае, ну, вы знаете, что делать. Пальчики вверх поставить, колокольчик, подписаться обязательно. Ну, и написать вообще, что вам понравилось, не понравилось, насколько вообще вы знакомы с миром искусства. Кстати говоря, насколько вообще вы знакомы с миром искусства, живописи и так далее, и тому подобное. Вам вообще такая информация заходит? Нет? Напишите мне об этом, потому что у меня еще очень большой запал, и я хочу об этом говорить. Вот, но будете ли вы это смотреть, как бы, это вопросик. Так что пишите об этом обязательно в комментариях. Это очень важно. Давайте. Люблю вас. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok